я вас приветствую дорогие товарищи здравствуйте привет друзья спасибо вам за то что пишите комментарии за то что материально поддержите канал за то что продолжаете интересоваться музыкой это главное продолжать интересоваться чем-то быть любопытным не останавливаться на том что уже есть в голове или в квартире телевизор стиральная машина посудомоечная звуковоспроизводящая аппаратура машина дача и вся остальная беда главное идти вперед не в смысле материальном а в смысле того что внутри если вы думаете что я не знаю слова духовное и интеллектуальное то ошибаетесь я их знаю просто надоело их употреблять но я так разговорился потому что меня душит хотел сказать негодование но какое-то раздражение и уныние на самом деле потому что хочу показать и поговорить немножко вот об этой пластинке показать эту пластинку и поговорить об этой пластинке king animal sound garden 2012 по моему год с вами память не изменяет да но перед тем как поговорить и показать пластинку я как всегда пробежался почитал рецензии различных в различных источников различных меломанов и пришел в это самое уныние потому что в общем пишут люди одно и то же и пишут такие унылые вещи которых я уже начитался и как-то даже повторять их неприятно но все сводится к тому что а ну это гранж ну понятно это те самые люди которые не умеют играть и начиная с нирваны значит вот какую-то унылую билиберду извлекают из инструментов и все это неинтересно бездарно и на самом деле давно забыто и старики решили просто там что-то там денег заработать напомнить осьминоми во-первых не такие уж и старики там прямо скажем были да в двенадцатом году ну вот 16 лет не играли потом решили я все то же самое все вся та же хрень слушать нечего и не интересно есть правда рецензии достаточно вменяемые но в принципе когда читаешь такие вещи про то что а это гранж это значит играть не умеют да сразу хочется закрыть компьютер и вырубить саундгадан и вообще не обращать внимание и даже не разговаривать на эту тему потому что ну я надеюсь что те кто смотрит этот канал не такие оценки дают музыки все-таки надеюсь что немножко разбираются да немножко слышат то что то что записано то что сыграно и как сыграно и сыграно блестяще на самом деле фантастика правда там один человек написал но на этом альбоме вроде неплохо сыграли есть есть хорошие соляки что это что это что это такое есть хорошие соляки нет хороших соляков ну тошнит же тошнит от от этой глупости махровой просто от махровой глупости от тупости и бездарности мозговой пластинка на самом деле замечательная king animal изумительный альбом и в принципе хочется сказать вот что перед тем как слушать эту пластинку нужно забыть вообще о существовании слова гранж вот почему я все время говорю что я ненавижу название вот этих самых всех стилей вот эти самые все названия потому что они настолько сворачивают мозги людям особенно молодым и особенно неподготовленным настолько люди съезжают сразу в область определений в область каких-то все все разбивают на сектора и и и для них вот этот название сектора важнее чем то что то что они держат в руках да какую-то пластинку взяли смотрят а это хард это гранж значит говно это хард это хорошо это вот это забыть о том что есть такое слово гранж вообще его нет никогда не слышали никогда не знаем не знали что такое вообще гранж да и тогда вы ставите эту пластинку слушать ее и понимаете что это я не буду говорить там великий да альбом это замечательная музыка потрясающая и альбом этот хочется слушать несколько раз подряд просто потому что настолько разноплановый настолько интересный настолько глубокий не побоюсь этого слова каждая песня каждая песня просто пустых мест здесь нет вообще так все здорово так все умно сделано и по-настоящему и никакой не чувствую я не слышу здесь никакого желания продать эту скорее штуку скорее мы сделаем так чтобы людям понравилось что понравилось директором радиостанции чтобы понравилось телеведущим и чтобы они все это дело пусть пустили в продажу вот нифига не чувствуется этого абсолютно этим и хорош извините за выражение гранж я сделал круг и пришел обратно к этому поганому отвратительному слову она ровно такой же поганая как хард-рок как диска как там все остальное до 16 лет прошло музыканты не играли и альбом готовили насколько я помню как-то смотрел там какие-то информационные источники что такое около двух лет ездили в тур при этом да с каким материалом я не знаю я ни разу не присутствовал на концертах сам догадан хотя люблю очень эту группу но два года готовили и приготовили вот эту самую замечательную пластинку огромную она длиннющая двойная да ну не у всех наверно есть винил но на компакт диске там еще и бонусы всякие добавлены вот такая вот вкладочка с текстами все очень красиво очень здорово жалко что это альбом последний к сожалению большому потому что крис корнелл это один из потрясающих музыкантов потрясающих вокалистов с таким простому помрачительным голосом и умением петь что немаловажно голос это голос а еще надо уметь им пользоваться тоже отдельная история и так все хорошо здесь играют из такой фантазии все написано очень смешно правда я я соглашусь с рецензентами которые пишут что первая песня been a way too long это очень похоже на ACDC при том что я ненавижу ACDC ну то есть как ненавижу я бы с удовольствием там посидел выпил с этими музыкантами поболтал бы анекдоты потравил при этом провел время но музыка их мне скучна до зевоты просто мне хочется спать когда я слышу ACDC мне хочется лечь и уснуть сразу при этом неважно даже громко играет музыка или тихо она все равно бросает в сон хоть на полную громкость неважно но been a way too long нет не от того что я люблю бренд soundgarden печать soundgarden значит это хорошо нет ничего подобного мне не нравится многие песни группы soundgarden из предыдущих альбомов например black hole sun я терпеть не могу been a way too long она формально да вот на этом рифе гитарном лежащая песня она формально похожа но горло поет совершенно по-другому поет настолько настолько не на продажу настолько не театрально настолько не искусственно настолько от души меня так долго здесь не было да но собственно говоря мне вернуться не особенно хотелось и так это яростно и так музыкально все и так сильно он поет просто здорово ну одна из моих любимых песен нон-стейт-эктор следующий номер начинается с такого довольно замороченного рифа на нем вся и висит вся и лежит и а been a way too long когда там поднимается гитара наверх все время поднимается потом идет такая странная медленная часть в голосе медленная риф продолжает рубить а-ля и сиди себя медленная часть в голосе немножко там меняется ритмический рисунок очень интересно да а нон-стейт-эктор вот на этом закрученном достаточно рифе такая злобная вещь и в конце голос улетает с реверберацией куда-то в другое пространство и настолько она пробивает насколько она до сих пор актуально по тексту и ну переведите текст по почитайте она и остро политическая и остро социальная и остро личная и какая хорошая да by crooked steps следующий номер все скажут если первая песня been a way too long похожим на и сиди си то by crooked steps похоже на лед зеппелин по рифу немножко построение рифа до немножко похоже но все равно очень интересно восточные дела в гитаре про проскакивают и на вот этом диком груве на этом адском рифе гитарном медленное пение корнелла сильнейшим голосом как голос сохранился ему там уже было годов прилично все таки не старый но тем не менее но плохо как поет замечательно the thousand days before просто психоделическая квази восточная история ну психоделическая не в смысле в полеты во сне и наяву да а это все таки группа которая играет тяжелый рок извините за употребление термина ну немножко восточная то есть очень восточная немножко психоделичная психоделическая в моем понимании этого этого слова психоделия и очень интересные вот эти вещи раз два три четыре пять четыре да мы уже сказать прослушали и они все разные они все разные разные музыкальные картинки разное пространство музыкальное и настолько интересно слушать не устаешь не надоедает ничего хочется еще раз переслушать даже там ставишь тот же самое thousand days before хочется его раз опять поставить снова by crooked steps опять хочется поставить снова про нонс детектор я уж не говорю вообще хочется на репит поставить и крутить бесконечно ну первая вещь понятно от тарабани лага бенуэй талан блатан де валии флор и бонсов бирс они немножко похожи они немножко съезжают на мой взгляд то что было сыграно 16 лет назад а то и 17 то и 18 медленные тяжелые бонсов бирс нет а блатан де вали флор медленный тяжелый то что называется критиками гранж такая история тари очень кась очень красивая просто песня она просто очень красивая ничего не скажешь просто очень красивая песня и забудьте название стиля в котором к которому пристегивает эту группу отришим вот критики которые не любят этот альбом хвалят эту песню все потому что много гитарных соляков быстро это много гитарных соляков правда лаконичных достаточно но тем не менее кто любит всякие гитарные соляки пожалуйста отришь нападет black saturday halfway 3 the halfway there акустическая гитара присутствует и там и там и если тари она она похожа она очень электрическая тяжелая но она похожа на балладу такую электрическую тяжелую балладу которая сопровождает поездку длиннобойщика по длиннющий пустой абсолютно трассе то вот эти песни в принципе тоже они в эту сторону клоняться очень очень красиво очень музыкально очень тонко очень интересно wars dreams пошли уж уже немножко в тяжеляк дальше хотя начинается все начинается за упокой а продолжается за здравие расцветает и вламывает как следует айлдс маунт в принципе та же история в сторону тяжелой но главная фишка это роуинг финальная песня это такое шаманство такой ну вот алидмаус это достаточно грандиозное полотно такое около симфоническая просто такой расцвет грандиозного оркестрового звучания рок-группа играет но по сути такое ощущение что должен играть оркестр такой вломить а вот этот самый роуинг это просто шаманизм это затягивающая такая история с четким ритмом но медленно ползущая хватающая тебя как питон так опутывающая и утаскивающая за собой куда-то 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 в какую-то нору в какой-то момент ты начинаешь сопротивляться начинаешь кричать стой 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 все вокруг кричит и музыка кричит гремит а потом все-таки в нору тебя утаскивают и музыка стихает 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 и пластинка заканчивается это прекрасный альбом на самом деле опять-таки забудьте название стилей все эти журналистские штучки а просто слушать а я пошел пить пока